Здравствуйте, уважаемые слушатели и любители информационного агентства Аврора. Сегодня вторая передача, связанная с выпуском нашего мозга как из ящика Пандоры. Я сегодня буду рассказывать о том, с чего начинается человеческий мозг. Это всегда интересно. Почему? Потому что масса людей думает о своей исключительности и очень пренебрежительно относится к окружающим. Это плохо и неправильно. На самом деле цена человеческой жизни намного больше, чем нам кажется. И пренебрегать этим не стоит. Для того, чтобы разобраться в этом, надо обратиться к самому началу. С чего, собственно говоря, начинается нервная система. Вообще, как случается это несчастье, что она появляется в нашем организме. Особенно учитывая то, что она не совсем как бы родная для нас. Ну, в том смысле, как в американских фильмах 50-х, 60-х годов, когда там прилетели такие инопланетяне, еще черно-белое кино голливудское, и нападали на бедных американцев. Почему-то они выглядели как мозг человеческий вместе со спинным мозгом. И вот они такие инопланетяне сигали и бросались. Так вот, инородность нашего мозга, она, конечно, есть, что добавляет перчика в наше развитие. Дело в том, что наш мозг действительно защищен от нашего собственного организма специальными клетками. Они носят название швановских и образуют оболочки вокруг всей нервной системы. А в чем дело? Дело в том, что нервная система для нашего организма является, собственно говоря, инородным органом. Ну, все из вас наверняка засаживали занозы и видели, что происходит. Вокруг занозы возникает воспаление, все краснеет, болит, а потом, значит, выходит там лейкоциты, вокруг лимфоциты собираются макрофаги, пытаются эту занозу уничтожить. Вот ровно так же произойдет и с человеческим мозгом, с вашим любимым, который вам портит жизнь и одновременно ей и руководит. Если ваша иммунная система доберется когда-нибудь для вашего головного мозга, то возникнет неприятность, то есть он будет уничтожен так же, как заноза. Это бывает. Это называется целый большой класс аутоиммунных заболеваний, связанных с нервной системой, которые очень тяжело лечатся. Почему? Потому что иммунная система распознает головной, спинной мозг, да и периферические нервы, как достаточно инородное образование. Дело в том, что в мозге очень много, большое количество разнообразных белков, и научить иммунную систему отличать одно от другого, то есть занозу от вашего мозга, довольно сложно. Проще оказалось в эволюции ее изолировать. Потому что все равно для того, чтобы сигнал пробегал по нервам, а он электрохимический, для того, чтобы этот нерв передавал сигнал или считывал, нужно все равно создавать хорошо известным физиологам оболочку вокруг нервов, то есть стабильную концентрацию электролитов. Это очень важное событие, иначе передаваться сигнал не будет. А вот создавая эту оболочку, то автоматически и изолируешь головной, спинной мозг, да и периферические нервы от иммунной системы. Поэтому, как бы, действительно, американцы в своих веселых фильмах 50-х годов про инопланетян правы. Мы действительно, наш мозг, в общем, для нас почти инородное тело. И это доказывают простые анализы на антителах, центральной нервной системе, которые есть у всех. Ну, почему? Потому что мы пальцы режем, мы головой бьемся о всякие твердые предметы. Так или иначе, происходит микрокровоизлияние, которое приводит к иммунизации, аутоиммунизации собственной нервной системой. Поэтому особенно интересно, как эта самая нервная система развивается. Как же так получилось, что в процессе эволюции на протяжении многих миллионов лет совершенствовался этот механизм? Он действительно работает очень хорошо у всех млекопитающих, у многих, у большинства рептилий и даже у амфибий. То есть речь идет о том, что чем сложнее нервная система и выше ее метаболизм, тем, соответственно, сильнее развивается вот этот самый гематоэнцефалический барьер. Особенно это интересно в связи с развитием нервной системы. Ну, раз у нас такая ситуация, что в конце концов мозг оказывается чуть не чужеродным органом, то возникает вопрос, а как же он развивается? Вообще вся эта история с человеческой нервной системой, я имею в виду центральную нервную систему, ну, а потом периферической, начинается довольно рано. То есть когда человек позанимался приятным занятием, а именно сексом, иногда случаются такие вещи, как появление детей. Но это потом. Но вначале довольно происходит длинная-длинная история, когда яйцеклетка оплодотворенная проходит по длинной-длинной маточной трубе, имплантируется в матку, и там начинает развиваться. Это длинная история, и на это уходит больше 10 дней. На 11-й обычный день имплантация уже видна, ее можно найти. Зародыши в этот момент очень маленькие, всего около 200 микрон размером. И кому будет интересно, тот может посмотреть. Есть такая книжка «Стадия эмбрионального развития мозга человека». Она вышла довольно давно, но еще существует в природе, и вы можете ее найти. Здесь просто мои сегодняшние слова будут проиллюстрированы картинками, в том числе и человеческими зародышами размером 200 микрон на 11-й день, как раз после оплодотворения. То, чего ни в одном учебнике, ни западном, ни отечественном, вы не найдете. То есть, после этого некоторое время происходит деление клеток, и в конце концов начинается такой сложный процесс, как обособление нервной системы. Нервная система обособляется практически первой в нашем организме. То есть, уже на 18-й день, где-то день, происходит индукция, хорда-мезодермальная знаменитая, и нервная система начинает отделяться от поверхности зародыша. То есть, из октодерма начинает сворачиваться у большинства позвоночных в трубочку и вчитается с миграцией клеток. То есть, в конце концов, из поверхностного слоя методом сворачивания формируется нервная трубочка. 18-й день после оплодотворения. Очень рано. И эта нервная трубочка как раз и является страшным источником человеческих пороков и огромной смертности. Дело в том, что замыкание этой нервной трубки происходит примерно так, как хозяйки замыкают пельмень. То есть, они взяли, скатали блинчик, положили мясо, свернули и пальчиками сжали. Вот сжимание пальчиков – это и есть процесс смыкания нервных валиков или неруляции. Но фокус заключается в том, что у человека эти события происходят очень медленно. Представьте себе, что начинается где-то на 18-й день уже активно, а заканчивается чуть не на 30-й. То есть, у нас 10-12, в зависимости от особенностей развития, там с разной скоростью происходит, происходит больше 10-14 дней этот процесс. И ужас состоит в том, что он не очень хорошо генетически детерминирован. То есть, если все было жестко генетически детерминирован, тогда нервная система могла возникнуть в батоне вареной колбасы. Ну, что там все предусмотрено. Но, к сожалению, это не так. И возможности революционных процессов, о которых сейчас все говорят и называют это эпигенезом, там 20-30 лет назад кричали, что никого эпигенеза нет, есть только генетическая терминация, и генетики плевали слюной. Но сейчас откройте любой западный цивилизованный, в кавычках, учебник, и вы увидите, что там начинается с того, что раннее развитие идет по принципам эпигенеза, а дальше начинаются генетические каскады, о которых мы будем вам рассказывать. Ну, примерно так. В разных вариациях. То есть, вот этот механизм сформирования нервной трубки, он очень болезненный. Почему? Потому что сначала она выглядит, ну, на самых первых этапах, как такая ручка от зонтика. Если кому интересно, в этой книжке это все есть. И возникает замыкание. Замыкается, и начинают волны замыкания. Ну, как бы вы взяли пельмешек двумя пальчиками и начали залеплять вперед и назад, а еще снизу. То есть, существует три волны нервуляции, которые, что очень важно, идут с разной скоростью. В результате, одна самая длинная волна длится очень долго и обформирует у нас задний, продолговатый и спинной мозг. Передняя, которая образует средний промежуточный покороче, и самая короткая нижняя, которая образует передний половину промежуточного. То есть, три волны не рулятся. То есть, три механизма замыкания из плоскенькой пластиночки нервной трубочки. И вот это замыкание, оно идет очень болезненно. Почему? Потому что этот механизм, по сути дела, морфогенетический. Он регулируется геномом очень косвенным образом. Но завершается все двумя нерапорами, задним и передним. Кстати говоря, к вопросу о нашем трансцендентном происхождении. В этот момент наша нервная трубка аккуратно переходит кишечно-кишечный канал. То есть, существует кишечно-мозговая перемычка. А у большинства животных это вообще трубочка. Иногда не зарастает. Таким образом, анус оказывается самым концом спинного мозга. Веселенькое дело. Но, тем не менее, так есть. И у человека это образование замечательное тоже есть. И заканчивает все замыканием каудального нерапора, как раз в конце спинного мозга. И растрального нерапора на границе промежуточного и переднего мозга. Вот эти две дырки закрываются. И, собственно говоря, с ними связано очень много серьезных дел. Потому что в районе переднего нерапора образуется потом эпифизарный комплекс, очень важный для наших суточных ритмов. А задний нерапор детерминирует очень много великих событий, в том числе и этнические особенности. Ну, приведу пример такой классический, который все любят о том, что есть ли вот этот задний нерапор, замыкающий нервную трубку, в самом конце спинного мозга у человека, закрывается с задержкой. Ну, по тем или иным причинам. Есть масса генетических особенностей, о которых чуть-чуть позже поговорим. Ну, вот он замкнулся, представим себе, но с небольшой задержкой. Он налавливает в такой специальный карман большое количество клеток нервного гребня. Что это такое? Это клеточки, которые лежат как раз на краюшке этой пельменьки, которую мы как бы лепим руками. И они формируют потом периферические нервы, ганглии, мигрируют к органам-мишеням. Из них образуются пигментные клетки, пигментные пятна известные, всякие родинки интересные. У стариков, таких как я, например, вот эти вот пигментные образования, которые образуются на руках, это благодаря тому, что я там занимался литьем свинца в детстве. Прижигал, а метаболические изменения спустя 40-50 лет потом вызывают такую пигментацию. Вот пигментация – это и есть как раз эти самые клетки нервного гребня. Но в эмбриогенезе, если даже всё нормально, но не происходит небольшая задержечка, в формировании этого каудального нейропора, происходит интересное дело. Заловленные вот такие пигментные клетки, они образуют так называемое бангольское пятно. Дело в том, что существует такая басня, отчасти правдивая о том, что, значит, вот там есть генетическое отклонение, не связанное ни с какой патологией, так называемое монгольское пятно. На копчике пятнышко такое. Но считалось, что это тимуридам характерно. То есть это тем самым, который, в общем-то, знаменитый завоеватель, который захватил всё, включая большую часть России и всю Азию. То есть дело-то в том, что у него было очень много жён, бесчисленное количество, ну и, соответственно, потомков. Ну и, естественно, вот эта особенность, то есть небольшая задержка развития, связанная с формированием нейропора чуть-чуть попозже и ловлей вот этих пигментных клеток, и приводит к формированию на копчике так называемого монгольского пятна. И поэтому, если кто-то говорит, что принадлежит к великому роду тимура, то вы сначала всё-таки проверяйте, снимайте штаны, смотрите, есть ли пятно, что может обмануть. То есть такой очень характерный наследственный признак. Он часто повторяется и воспроизводится. Но, к сожалению, не только у тимуридов, то есть это частенько бывает в развитии человека. Есть ещё масса особенностей с этими самыми, с этой неруляцией. Неруляция – очень уязвимый процесс. Её можно притормозить. У человека она имеет ряд особенностей, о которых я неоднократно говорил, но кто захочет, тот может почитать в специфических книжках. Но есть и патологии нервной системы, и цена этих патологий очень велика. Дело в том, что как раз на этих самых ранних стадиях развития, о которых я говорю, когда только-только нервная система формирует эту самую трубочку, где-то 27-й, 30-й день развития, именно в этот период гибнет огромное количество человеческих зародышей. То есть, если их суммировать с гибелью оплодотворённых яйцеклеток, ещё не достигших матки и не имплантировавшихся, то получается какое-то колоссальное количество. Там где-то 70-80 на 70-80 зародышей, один нормально развивающийся. И ещё процентов, ещё недостающие 30 гибнут в процессе раннего развития и первичной дифференцировки. То есть, иначе говоря, по моим оценкам, я исследовал больше 700 случаев только патологии раннеэмбриональной человеческого мозга. То есть, имеется в виду период до конца второго месяца развития. Патологии возникают чрезвычайно часто. И гибнет такое количество человеческих зародышей на этих ранних стадиях, особенно до месяца, что никто этого не учитывает. Ну, задержка там небольшая в цикле была. И всё. Поскольку зародыш-то мельчайший, 200 микрон, ну, миллиметр, с учётом цитров областа, в общем, это всё пройдёт достаточно незаметно. А на самом деле, примерная гибель, по оценкам таким, не могу сказать потолочной, но более-менее близким к правде, составляет 1 к 100. То есть, на свет каждый из вас, чтобы появиться, биологическое наше существо, то есть, биологическая сущность, человеческая, заплатила примерно 100 смертями. То есть, 100 зародышей, которые были оплодотворены, но не развились, это цена за вашу жизнь. Поэтому постарайтесь её использовать как-то более-менее разумно. Всё-таки не всем так везёт, не всем удаётся родиться. И в этом деле огромную роль играет именно вот этот ранний период. Почему? Потому что, если бы это было всё жёстко детерминировано, то было бы отлично, не надо было беспокоиться. Но, к сожалению, вот это вот смыкание нервных валиков, образование трубочки, оно очень болезненно. Дело в том, что клетки просто меняют свою форму, там у них геном одинаков, они просто меняют свою форму, пока не замкнутся, пока не возникнет так называемое механическое натяжение, которое останавливает этот процесс. Это сложный, хорошо исследованный процесс, детально разобранный, там всё, и генетика, и, мол, биология, и мембранные события, хорошо исследованные. Но смысл этого всего в том, что этот процесс очень уязвим. Поскольку всё построено на сборке цитоскелета, который является внутренним каркасом клеток, приходится платить большую цену. Любое воздействие на цитоскелет этих клеток, которые сворачивают эту юную нервную систему, он может привести к катастрофе. Ну, примеров огромное количество. Я очень люблю всегда поговорить на тему о успокоительных препаратах, построенных на деполимеризации цитоскелета, ну, типа тазепама. К сожалению, не вовремя принятые таблетки, особенно небольшая передоза, приводят к остановке цитоскелета. И дальше смотрим на время развития. Ну, к примеру, всё это произошло на 24-й день после того, как. То есть, после любви. Удачный в данном случае. К чему это приведёт? Быстрее всего не закроется в нижней части передний нейропор, и мы получим, к сожалению, печальную картину такого, как циклопия или, ещё хуже, анонцефалия. Но и то, и другое несовместимо с жизнью, поскольку потом, к сожалению, зародыши погибают, поскольку нарушается воскулиризация, то есть, кровоснабжение растущего таким патологическим образом мозга. И раньше они доживали. Нет-нет, но кто-то из них доживал до рождения. Ну, и потом, естественно, они погибали и украшают там анатомические музеи, как в кунсткамере в Санкт-Петербурге. На Петра Первого именно это и произвело из коллекции Рюйша. Большое впечатление. То есть, сейчас уже этого нет, благодаря развитию УЗИ-диагностики. Таких зародышей всё-таки на достаточно ранних стадиях распознают и абортируют, но от этого их меньше не стало. То есть, механизм всё так же уязвим. А если, например, всё нормально прошло, бывают такие, как феномены, например, три варианта так называемой голопрозенцефалии. Иногда с ней даже доживают до 12, в США даже был случай, до 14 лет. Это как? Это не разделение полушарий. То есть, когда полушария как бы два, но разделены не полностью. Есть на треть, есть на половину, но и совсем единое целое, без разделения. Есть и такие, при этом часто безборозные звери, то есть, человек живёт как растение. Это всё тоже связано с патологией именно неруляции именно ранних сроков. Потому что, если неруляция проскочила, и всё нормально, дальше идёт полегче. Чем позже у вас возникает какое-то патологическое воздействие, если нет генетических влияний, потому что есть наследственные генетические патологии, которые, к сожалению, никакой коррекции пока не поддаются. А вот токсические вещества, там, вредные природные условия, как у нас любят на них списывать и прочее, это как раз очень зависит от стадии. Если это очень ранние стадии, то и последствия катастрофичны. Если поздние, то тут уже возможны варианты. Потому что организм достаточно устойчивый, когда начинаются реальные генетические каскады, и когда одно событие связывается с другим, то тут уже организм намного устойчивее. Так вот, заканчивая с неруляцией, можно сказать, что самая распространённая патология в нашем обществе, что подтверждает уязвимость этого самого процесса, является так называемое спинобифидо, или кистозное расщепление позвоночника. На самом деле, это уже вторичное изменение. Дело в том, что вот эта неруляция, когда она проходит, она связана с массой процессов. Там распределяются самиты, то есть будущая мускулатура, распределяется система внутренних органов, то есть индуцируется много вторичных процессов, которые зависят от вот этого принципиального осевого события, первичного отделения нервной системы от всего остального организма. Потому что эта трубочка, как только замыкается, она зарастает сверху кожи, и всё идёт уже под ней. Так вот, эта самая нервная трубочка замыкается дольше всего, как вы понимаете, в районе спинного мозга, он самый длинный, дольше всего эту пельмешку залепляют природа. Так что там и больше всего патология какая? Самая распространённая – это спина бифида, как я говорил. Но это следствие задержки в замыкании нервной трубки. Очень многих людей, в среднем на 100 человек у одного, та или иная форма этого явления есть. То есть частота невероятно высокая. Поэтому, конечно, самое страшное, что может произойти с человеком, это вот патологии, возникающие в раннем периоде времени. То есть здесь поэтому я бы давал бы отпуск по беременности как раз в течение первых двух месяцев, когда идёт закладка основных органов и систем, когда нужно особенно тщательно относиться к своему здоровью. А девушки, вы знаете, как они же переживают всегда, когда речь идёт о беременности, и там о всяких связанных с этим событием, там женится, не женится, там тоже вопрос большой. Поэтому многие употребляют успокоительные препараты, те самые, которые деполимеризуют социкелет нервной трубки. К чему приводят, вы уже поняли. Поэтому к этому надо относиться очень осторожно, очень внимательно, потому что событие, произошедшее до 30-го дня после оплодотворения, оно может иметь катастрофические последствия спустя месяцы, а зачастую и даже многие годы. Потому что человеческий мозг развивается примерно, ну, скажем так, интенсивно до 16-18, а по остаточному принципу почти до 27-28 лет. То есть это длинные события. Это не значит, что там клетки размножаются. Но интенсивность образования связи происходит еще много лет после рождения. То есть таким образом вот это самое раннее событие, оно на самом деле влечет за собой огромное количество особенностей. Ну, прикиньте сами. Значит, индукция головного мозга, во-первых, глаза образуются из нервной трубки, как его древат. То есть наши глаза – это вырост и мозг. Поэтому, кстати говоря, такие мучительные события, особенно у стариков, связанные с кровообращением. Что во всем организме у нас входит в орган? Одна артерия, выходит две вены. Поэтому отток крови достаточно пассивен. А в глазу одна вошла, одна вышла. То есть одна артерия, одна вена. Поэтому глазное давление очень часто с возрастом начинает повышаться. Ну, так во всем мозге. И глаза – это вырост и мозг. С другой стороны, именно нервная трубка индуцирует слуховые пузырьки. То самое будущее ухо, сложенное, с полукружными лабиринтами, отолитовой мембраной, улиткой и со всеми остальными причиндалами, которое позволяет нам слышать, чувствовать гравитационные изменения, ускорение, торможение и прочее. Именно нервная система индуцирует, передний мозг индуцирует будущие обонятельные плакоды, которые образуются из эктодермой, впячиваются вовнутрь, образуют те самые обонятельные мешки, которые в конце концов оказываются снабженными клетками обоняния, которые сидят у нас вот здесь вот наверху. То есть мозг – это как бы та ось, на которую начинает нанизывать все остальные события. Поэтому без печени относиться к этому нельзя. И после замыкания нервной трубки еще происходит огромное количество катастрофических событий, которые приводят, например, к миграции клеток нервного гребня, о которых я говорил. Они мигрируют не только, образуя ганглии и нервы, они еще и мигрируют в коронатпочечников, образуются пигментные слои. Это очень ценные и очень интересные клетки, из которых на самом деле образовано огромное количество частей различных органов человека, о чем мы поговорим в следующий раз. И здесь тоже стоит нарушить эту миграцию, то есть наесться каких-нибудь вредных веществ или препаратов сомнительного свойства, которые должны улучшать беременность, может получить проблему и потом будем удивляться, почему такая там странная вещь с детьми, что это с их периферической нервной системой, почему они плохо управляют своими конечностями и прочее, прочее. Почему? Да потому что после замыкания нервной трубки сразу начинаются страшные вещи. Конкуренция нейронов за органы мишени. Приведу один пример. То есть наш спинной мозг почему не может компенсировать, например, травму? У нас часто случается из-за тем или иным причинам травмы спинного мозга в автомобилях, в транспорте, там всякие другие военные травмы. В чем дело? Так дело в том, что из спинного мозга начинают образовываться отростки нейронов, они начинают дифференцироваться, и они стремятся к органам-мишеням. При этом до 85% нейронов просто погибает. Там нет никакого запаса. Там 15% осталось от того, что было заложено в нервной системе для формирования спинного мозга. То есть у нас запасных ресурсов нет. Если уж заниматься медицинской профилактикой травмы или спинальных травм, это не значит прикладывать туда неизвестно чего и запихивать неизвестно что. До сих пор никого не вылечили. Надо разбираться с тем, как сохранить у человеческих эмбрионов и плодов тот потенциальный регионационный ресурс в спинном мозге. Могу вас поздравить, этим никто и нигде не занимается. Потому что это не препарат, и продать его нельзя. Это фундаментальная наука, которая, как вы знаете, во всем мире не очень благословляется. Ну а теперь мы прервемся. Наш рассказ о эмбриональном развитии центральной нервной системы притормозим до следующей передачи. А сейчас перейдем к ответам на вопросы, которые вы довольно в большом количестве задаете. Значит, и здесь появляются всякие вопросы, странные, на которые я не буду отвечать, потому что они никакого отношения ни ко мне, ни к моим занятиям не имеют. Ваше отношение к Гегелю, как к создателю диалектики, систематии, философии. Философия, она прекрасная вещь, но она умная почему-то потом. Поэтому Гегель, конечно, прекрасный мыслитель. Он впервые стал суммировать философские знания, попытался их как-то классифицировать. Это для своего времени было гениально абсолютно. И надо отдать ему должное, никто, кроме него, такого большого шага, чтобы это был один человек, не сделал. Поэтому, да, философ он интересный, но сейчас это в основном имеет отношение к истории науки. Ещё есть вопросы. Каким образом музыка влияет на эмоциональное состояние, вызывает различные переживания и может запускать процесс создания визуальных образов близки полноценному видеоклипу? Ну, всё зависит, что вы перед этим выпили. Потому что не у всех музыка меняет эмоциональное состояние. Здесь вопрос сводится к старой проблеме. Есть ли у вас в результате индивидуальных особенностей строения мозга тех самых полей и подполей, которые многие отрицают? Ну, почему? Потому что тогда рассыпается вся конструкция. И воспитательная, и генетическая, и много чего ещё. То есть, не удаётся обманывать граждан так открыто, как это делается, уравняв все мозг. Ну, то есть, это история времён Флоранса, начала XIX века во Франции, когда он говорил, ну, мозги у всех одинаковые, и думать тут не о чем. Так вот, мозги у всех разные, поэтому один человек, который музыкально одарён, и у него огромные слуховые поля, связанные с обработкой сигналов, у них такого человека действительно музыка может вызывать, она может звучать всё время в голове, она может вызывать образы. А у другого эти поля могут быть в пять раз меньше. Ну, и не будет ничего у него вызывать. У него зато, например, там область вкусовая большая, у него будут совсем другие ассоциации вызывать. Слуховые, там, звон бокалов, он будет больше приятен. Поэтому, да, если у вас мозг, это Евгений Бычков спрашивает, такой, что он конструктивно приспособлен к тому, чтобы воспринимать сложную музыку, то есть, поля, связанные с ней, ассоциативные поля, связанные с музыкальной одарённостью, то есть, слуховой, достаточно велики, то да, это будет действительно так. Но не надейтесь, что встретите второго такого же. Встретите такую, сразу женились, потому что это редкость. Одинаковые мозги, даже в общих плане, редко встречаются. Вы сейчас... Нет, я не рассказываю про женщины, мужчины, с код-дивуарами, с кем-то меня путаете. Значит, поскольку вопросов пока я не вижу здесь таких, завлекательных. Ещё есть... Нет, есть один вопрос. Если возможно, пояснить термины или упростить их. Планируют ли приводить коллег для простительских бесед, людей, далёких от науки? Да, конечно, если за час удаётся, я даже пытался это делать, но для этого люди должны быть очень хорошо подготовлены. Любая передача интересна тогда, когда она тщательно выверена. Если этой подготовки нет, то это получается трата и вашей, и моей жизни. Значит, сейчас перейдём к различным весёленьким новостям, которые позволят нам взглянуть на мир иначе. Меня очень часто ругают за идеи церебрального сортинга, что, мол, где я предлагаю действительно материализовать процесс анализа человеческих способностей по реальным конструкциям мозга. как устроен мозг, значит, в соответствии с его специализацией, и давать человеку занятия. Так вот, перечисляю таких замечательных людей, как Билл Гейтс, который говорит о том, что выдающийся программист стоит 10 тысяч раз больше, чем средний программист. Это что? Это отбор мозгов. А Рид Хастингс, ну, это создатель Netflix, кто не знает, не бедный и не глупый человек, говорит, что на любой креативной должности топовый работник в 10 раз лучше среднего сотрудника. И он прикладывает колоссальные усилия для отбора. То есть, какого? Ну, методом перебора, сейчас же других нет. Поэтому, когда Эрик Шмидт, это миллиардер известный, говорит о том, что надо запустить филантропическую программу, которую он запустил, Райс, они пытаются отобрать самых талантливых подростков со всего мира и с 21-го года будут помогать им деньгами и советами. Другого способа нет. Вы же понимаете, что при наличии церебрального сворстинга, когда мы сможем при жизни определять человека, по особенностям конструкции мозга, вот эти мечты Билла Гейтса, Рида Хастингса или Эрика Шмидта сбудутся. То есть, на самом деле, исключительность, поиск исключительных талантов, совершенно верно названа была статья, это новая религия технократов и миллиардеров. Кто просто первый начнёт сообразить, что это надо делать, но тот, естественно, и получит огромные преимущества, в первую очередь, в своём бизнесе. Есть разные хорошие новости, не обязательно такие, что льют воду на мельницу церебрального сортинга. Есть новости интересные. Например, открыт белок, который действует на ионные каналы и, может быть, даже позволит нам контролировать ковид тот самый. Но вот есть, нашли белок, который, может быть, позволит схватить его за хвост. Это Мэй Хонг. Ну, вот сделала. То есть, в этом направлении некоторые работают. Но самое интересное, связанное с болезнью Паркинсона. Дело в том, что, во-первых, у меня много вопросов на эту тему. Почему, я не очень понимаю. А во-вторых, действительно интенсивно работают во всём мире. Ну, самый простой вариант. Недавно только удалось свести вместе химические и электрические сигналы мозга, то есть, анализировать их одновременно. И это в Массачусетском технологическом институте было сделано. И тут же выяснилось, что при болезни Паркинсона проблема с дофаминовым сигналом там нарушается. И координация волн вот этих самых электрохимических, что было найдено и доказано красиво. Ну, уж совсем интересная вещь – это поиск дофамина, который некоторые наивные дети считают гормоном любви. Потому что дофамин очень трудно, L-DOFA. Ну, вам известно, я думаю, что всем слушателям, что у нас есть левая и правая молекулы. При химическом синтезе они могут получаться одновременно. И L, и D. Мы состоим из левых молекул. Мы леваки такие хронические. Поэтому L-DOFA для нас очень важен. И получать его дорого. Ну, вот, в конце концов, с помощью генетически модифицированного растений, конкретно помидор, удалось сделать L-DOFA. То есть, помидоры, содержащие L-DOFA, из которого его легко получать. Это доступный товар. Что-то там какие-то космические цифры были получены. Имеется в виду, команда центра Джона Иннесса по модификации томатов показала, что 150 миллиграмм L-DOFA можно на килограмм томатов. Это дикое количество. Тем более, что, извините, до этого из фасоли его извлекали. А там содержится... Есть мукуанин, который, в общем, вызывает аллергию. А ещё есть трептамины, которые вызывают галлюцинацию. Но это не так плохо, конечно, для больного Паркинсона. Но, тем не менее. А здесь всё можно получить чистенько и хорошо. И меня очень многие спрашивают, что вот как-то когда-то давно я участвовал в разработке некоторых проектов, связанных с лечением паркинсонизма. И как там дела-то обстоят с этим делом? Я потрачу немножко эфирного времени для того, чтобы объяснить вообще, в чём там дело. Значит, существует золотой, так сказать, стандарт лечения больных паркинсонизмов, хотя это не моя специальность, связанная с введением L-DOFA. На чём это основано? Дело в том, что в головном мозге человека есть такое огромное ядро. Оно прям с палец мой большое по объёму. Он называется субстанцией нигра. Это такое место, где дофамин синтезируется и по отросткам нейронов подаётся в области моторной. Для чего он нужен вообще, этот L-DOFA? Естественно, что это никакой не гормон любви. Это же всё бредяте, но я хочу оставить для любителей мистификации. Речь идёт о том, что у нас существует так называемый старт-рефлекс. Если мы что-то поднимаем, и это вдруг неожиданно падает, значит, не так медленно, как дятяло быстро, мы успеваем схватить. Вот эта готовность к мгновенной реакции. Кто-то, вы знаете, успевает перчатку подхватить за любимую девушку, или ключи, падающие в дырку канализации, успевает схватить. Бывает. То есть, такая шустрость бывает. Уклониться от летящего воробья или снежка в лоб. То есть, вот эта вот реакция мгновенная, она стоит нам очень дорого. То есть, мы всё время находимся в таком старт-рефлексном состоянии. То есть, в любой момент готовы к любым неожиданным, чтобы сгруппироваться, уйти от некой опасности. Это эволюционная особенность наша, древнейшая, которая позволяла нам миллионы лет выживать. Но вот для того, чтобы быть в таком стартовом состоянии, у нас мозг, как бы двигательные, моторные области всё время перевозбуждены, но под избыток их возбуждения подавляется дофамин, L-DOF, от вырабатывающегося в этом самом чёрном ядре субстанции нигра. Поэтому у людей с паркинционизмом эти клетки с возрастом теряют свою способность интенсивно работать. Да, и очень часто возрастные люди начинают страдать так называемым дрожательным пролечом. Там пролечей очень много. Это отдельная тема. Надо разбираться с профессиональными врачами. Но смысл такой, что там начинается тремор, когда дофамина не хватает, тогда что происходит? Значит, мышцы начинают спонтанно сокращаться, стоит вести. Если была конюля такая в мозг, этот дофамин тут же прекращается. Ну, поэтому пытаются чем? Перорально, таблетки, там, прочее, прочее, прочее. То есть, вот такая история. Но потом в Англии пришла в голову прекрасная идея о том, что можно подлечить больного реверсивным способом. То есть, обратно. Ну, как обратно? Взять, ведь можно, знаете, вот у вас есть три батона. Вы можете накормить с тремя батонами трёх голодных людей. А если вам дадут пять, так вот, англичане сказали, ну, зачем кормить всех пяти? Двоих надо расстрелять, а троих накормить. На этом принципе построено лечение. То есть, взять, убить клетки потребителя дофамина, тогда на остальных хватит. Операция для своего времени, речь шла чуть не о середине 20 века, была блестящей, надо сказать. И в 60% случаев даёт, в общем, очень хороший пожизненный результат. На чём она построена? Там вентралтеральное ядро таламуса выжигается, в некоторых случаях там ещё кое-какие структуры, связанные с потреблением дофамина. И тогда человеку на всю жизнь хватает. То есть, можно не беспокоиться. Но 40% всё-таки возникает вторичное заболевание, и многие люди погибают. Продолжительность жизни не очень велика, там, к сожалению, даже при наличии терапии, там не так много лет остаётся. Это печально всё, и поэтому давным-давно стали пытаться найти выход из этого положения. И самый известный выход – это знаменитая европейская программа НЕКТАР. На самом деле, это сокращённое название, там довольно длинного названия по нейропротезированию. В чём дело? Был такой учёный, он и сейчас есть, насколько я знаю, в Швеции, Бьёркун, который решил, что надо заниматься протезированием. Совершенно верно. И стал использовать клетки человеческих эмбрионов, которые брал и засовывал в мозг больных. К сожалению, он приезжал к нам ещё, когда был у нас в Академию медицинских наук, которая ушла вместе с фундаментальной медициной в небытие, хотя и объединена с Большой Академией. Но, по сути дела, там таких исследований сейчас почти не ведётся. И в первую очередь из-за недостатка финансирования. Ну и решили, что надо взять, выделить эти эмбриональные клетки из субстанции НИГР. Слава Богу, абортусов много. Ну и вот давайте будем их засовывать туда, они там, смотришь, как-то приживутся, и будут производить дофамин недостающий. Но, к сожалению, это не получилось, хотя программа вышла огромная, около 400 операций было проведено, а потом выяснилось, что, в общем, введение инструментов мозг выдает примерно такой же результат. И сам Беркунт на прямой вопрос, насколько это помогает, он говорил, ну там немного снижается потребление льдов, то есть операции не очень успешные. И вот тогда, значит, возникла фундаментальная идея, связанная с тем, что, собственно говоря, попытаться улучшить эту технологию. Как? Возникла идея решить основную проблему нейробиологическую. Дело в том, что любой трансплантат, введённый в мозг, он тут же окружается глиальными клетками, которые образуют непроницаемый, по сути дела, барьер. То есть, изолирует трансплантат, если это кусочек, а если это суспензия клеток, то вокруг каждой клетки образуется глиальный, по сути дела, рубец. Туда сосуды не вырастают, эти клетки тихо подыхают и фагоцитируются. Поэтому, собственно говоря, нужно решить три проблемы. Нужно сделать так, чтобы они выживали, чтобы к ним вырастали сосуды, и чтобы с ними связывались отростками другие нейроны из мозга хозяина. Собственно говоря, многочисленные эксперименты, которые проводились 15-20 лет назад, показали, что всё это очень плохо получается. Однако, проблему можно решить. Можно решить, каким образом? Если такой трансплантат использовать, в эксперименте, конечно. Совместить с генетически изменёнными клетками. То есть, модифицировать клетки так, иметь в виду животных, конечно, чтобы они начинали вырабатывать вещества, подавляющие формирование глиального рубца. И вырабатывать вещества, которые как фактор роста нервов вызывали врастание, в трансплантат отдельных нейронов. То есть, отростков нейронов мозга хозяина. Вот тогда есть шанс получить. Такие эксперименты были проведены, и дали даже очень хороший результат. Необязательно использовать человеческих плодов. Можно было брать животных совершенно других. Именно в начале передачи я говорил о том, что мозг у нас забарьерный орган. И существует гематоэнцефалический барьер. Так что там иммунные правила не действуют. И поэтому мы можем засунуть туда всё, что угодно, если подавим активность глиальных клеток, которые выполняют функцию как раз иммунной системы. Поэтому в нервную систему можно запихивать много чего, совмещать. Все мы в своё время, ещё в начале 80-х, меня интересовал вопрос интеграции нервных систем различного типа. И удавалось объединить клетки, например, насекомых, с клетками млекопитающих. А это, как вы понимаете, открывает ещё один ящик Пандоры. Потому что генетика той же дрозофила хорошо исследована. И можно добиваться того, что ты получишь генетически программированные клетки с нужными свойствами. То есть, делаешь такое сочетание клетки, те, которые выполняют нужные тебе функции, но и совмещаешь их с теми, которые будут потом вырабатывать Эльдофа. Но, несмотря на успешные всякие опыты, к сожалению, это дело не пошло. Хотя пытались организовать под Братиславой такую лабораторию, в которой можно было бы начать подобные операции для таких неизлечимых больных. Но, в общем-то, это было прекращено по религиозным соображениям. Хотя, возможность такая была. Так что, после этого закончился Советский Союз, всё прекратилось. И, собственно говоря, эта технология, хотя и была сделана и пробирована, она, в общем, умерла. Поэтому, на сегодняшний день, к сожалению, паркинсонизм лепчат или с помощью старой английской операции выжигания вентролатерального ядра таламуса или там ещё кое-каких ядер мозга, или медикаментозно. Поэтому, выходов не очень много. Хотя, на сегодняшний день, технологии протезирования вполне возможны. Пришёл вопрос. Препарат церебролизин действительно способствует росту нейронов или это маркетинговый ход? Как вы относитесь к пептидам в целом? Это благо, ерунда. Как вы будете пептиды вводить? Первый вопрос. Перорально пептиды вводить нельзя. Это глупость. Всё щепится. Церебролизин – хорошая вещь. Но вы поймите, что это такое. Это просто-напросто спиртовой экстракт из мозгов коровы, который сделан из размолотых мозгов, центрифугирован, отобран, значит, соответственно, непосредственно спирт. Спирт испарён и получен препарат. Ну да, конечно, фрагменты нервной системы коровы в виде взвеси, они, конечно, помогают. Ну, говорить о том, что это какое-то особое лекарство, не смешите меня. Способствует росту нейронов коньяк и сёмка. Отлично способствует росту нейронов. И стоит, кстати, дешевле. В своё время церебролизин я просто получал в лаборатории, когда возникло мистическое впечатление, что он действительно помогает. Но, к сожалению, это такой весьма сомнительный приём. То есть, боюсь, что вы не вылечитесь. То есть, поддержать организм, да, если у вас существуют проблемы с метаболизмом, вы плохо питались и прочее, прочее. Да, но если этот человек хорошо питался, нормально жил, то вряд ли это вообще он заметит, что на него это церебролизин делается. Ну, пожарите себе коровью мозги и съешьте вы их, в конце концов. Зачем же спиртом экстрагировать, и спирт пропадёт? В общем, как-то это, мне кажется, неэтично. Значит, ещё здесь есть вопрос. Есть ли ваши книги в какой-нибудь библиотеке? Библиотеки жадные, они книжек не покупают. Мои книги есть в двух магазинах. Один магазин называется «Москва», это на Тверской, а второй магазин, это на Новом Арбате, большой книжный магазин. Вот в двух этих магазинах я знаю точно продаётся. А вот где в библиотеке, маловероятно, наверное, какие-то есть. Но библиотеки поступают как-то очень своеобразно, вы знаете, и с моими книгами. Приведу пример. Я в своё время, лет 20 назад или 15, был упущен практикум по анатомии нервной системы вместе с Марией Анатольевной Негашевой, которая преподает на кафере антропологии Московского государственного университета. Значит, что сделали в библиотеке? В библиотеке отсканировали эту книгу и вывесили, не сообщив это даже издателю. Простите меня, это, как бы вам помягче сказать, нехорошо. После этого я ни с какими учебными учреждениями, библиотеками дел не имею. И на вопрос, а почему вы это делаете, они сказали, ну, потому что студентам надо, они у нас не богатые. Что ж, логично, но тогда пусть книжки им пишут, что им другой. Так. Ещё есть несколько вопросов, которые, собственно говоря, пришли мне на почту, и на которую я с удовольствием готов ответить. Ну, во-первых, смешные вопросы. То есть, от явных жертв образования, то есть, Булонской конвенции. Такой вопрос, что кошка и лев. Вот я говорю, что чем мозг больше, что значит, тем интереснее. Говорят, вот у льва мозг большой, а у кошки маленький. Почему лев не умнее? Ну, во-первых, не забудьте, что лев сам большой. И мозг наш занимается на 70% управлением нашего организма. У Китая ещё больше. Там, да, 10 килограмм, а даже есть 16-килограммовые мозги. Но тело-то какое? Несколько десятков тонн, которым надо управлять. И вот эти все мозги идут на то, чтобы управлять произвольными движениями. У вас в мозге, в вашем, огромная часть мозга, вот так ладошкой не прикрыть, это чистые моторные области, чтобы вы ручками и ножками могли произвольно шевелить, а не только инстинктивно. То есть, вот для этого большой мозг. А так, если брать по ассоциативным областям, у льва, конечно, побольше. Поэтому львы могут, например, в лице осуществлять коллективную охоту. А попробуйте среди кошек организовать коллективную охоту. Ну, смотрите, все цирковые номера кошек построены на том, что у кошки есть какая-то особенность, закидон кошачий. И на нем строится номер. Кошка умирает, значит, с вторым таким закидоном цирковым кошку найти невозможно. Поэтому обучать кошачьих очень сложно. Они просто гадят там, где пахнет. Дефекаться, ну и, соответственно, так себя и ведут. Там, где едут, там едят. Значит, лазят везде, естественно. Я небольшой поклонник кошек. К тому же большая часть кошачьих, из-за того, что они гиперспециализированные хищники, были в прошлом, их большая часть вымерла. Палеонтология говорит о том, что большая часть кошачьих просто исчезла с лица планеты, потому что исчезновение их пищевой кормовой базы у гиперспециализированного хищника и заканчивается для хищника трагедией. Остались далеко не все. То есть, есть ещё масса вопросов с воплями о том, что вот, мол, где мы, обсуждая с Михаилом Хазином, говорили о том, что наиболее талантливым детям нужно создавать условия, конечно, вне родителей. И мы должны всех успокоить. Для большинства это не грозит. Талантливые, гениальные дети – это единицы. И когда такие дети есть, родители мечтают, чтобы им дали соответствующее образование. Большинство останется дома. Успокойтесь. Никто, никого, никуда особенно насильно забирать не собирается. А то, что мозг в 16-17 лет у человека созревает, я об этом говорю, буду говорить, потому что когда сканирование даёт более-менее объективный результат. И до 16-17 лет дети, я считаю, должны иметь возможность получать качественное образование, несовременное. И по возможности, так сказать, тестироваться, я имею в виду, то есть им должно предлагаться разные варианты самосовершенствования, если они будут проявлять к чему-то интерес, ну, кто-то к рисованию, кто-то к какому-то мастерству ремесленному, там, например, кто-то по плотницкой части, кто-то по токарной, ещё. У детей разные интересы. И пусть они хоть в чём-то совершенствуются, потому что обычно детям интересно то, к чему их мозг наиболее приспособлен. Или к этому моменту времени тем областям, которые у них лучше всего созрели. Тогда эти области будут определять детские интересы на сегодняшний момент. Но поскольку мозг развивается гетерохронно, то есть неравномерно, одна часть быстрее, другая медленнее, и у разных детей это идёт всегда чуть-чуть по-своему, сами понимаете, то есть че-чуж увлекаться этим нельзя. То есть надо предлагать, но не настаивать. То есть тогда можно добиться какого-то результата, и к 16-17 годам уже можно и проводить церебральный сортинг. Поэтому никакого насилия не предполагается. Потому что я же говорю наоборот, кто не хочет ни в чём совершенствоваться, кто чувствует, что у него нет никаких желаний, ничего кроме старых, обезьянных принципов размножения еды и доминантности, то пусть этим и занимаются. То есть вреда будет меньше, потому что, ну, представьте себе, когда к вам приходит человек, которому не хочется что-то делать, вам в дом он что-то подчинять. Я надеюсь, вы понимаете, что будет. А сам видел, как сантехник заматывает скотчем трубу. Ну, ребята, может быть, этого не надо, не надо его даже звать. Будет всем легче, и труба будет лучше сделана. Поэтому здесь никакого насилия нет. Ещё есть вопрос про квантовый компьютер в Китае. Китай закрытая достаточно страна, вот когда об этом будет что-то известно. Но я думаю, что и квантовый компьютер им не поможет, потому что есть проблемы. Как известно, в Китае самый быстродействующий, самый мощный, самый большой компьютер в мире. Там, по-моему, вот у нас 11 этих тетафлопов, я не знаю там, как они называются, в общем, неких единиц, которых я забываю всё время. А в Китае там 110. Ну и что? Вон у нас Сбербанк хочет подчинить всю страну с помощью этой шарманки, а китайцы ничего не выдали из своего этого чудовищного компьютера. Я знаю много таких компьютеров, которые на самом деле стоят, украшают, позволяют получать гранты, тратить электроэнергию, но никакого толку от этих гигантских машин не имеется. Вопрос, для чего вы собираетесь это использовать? Задачи такие есть. Задачи не вижу, поскольку у нас, как я уже многократно говорил, даже ИНН на 150 миллионов собрать не могут. Так, чтобы он не повторялся, не надо было менять каждый несколько лет. Так что пока это всё фантазии. Поэтому, уважаемые господа, мы продолжим наши свои интересные занятия, я думаю, через две недели, потому что на следующей неделе будет проходить большое количество учёных советов, которые, как всегда, откладываются на конец года по защите диссертации. Я не смогу прийти на эфир, поэтому перенесём его на некоторое время. То есть, я думаю, на две недели. На этом, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...